Приветствую вас и давайте исходить из того, что вы написали в буквальном смысле. То есть, вы переживаете, что повторится ваша судьба, да, повторится судьба вашей знакомой, когда после того, как выпал камень из конца, вы можете расстаться со своим мужчиной. Переживаете и боитесь вы потому, что, вероятно, в отношениях с мужчиной у вас уже есть какие-то проблемы. Есть некоторые проблемы, которые вы до этого происшествия считали, ну, нормальными, само собой разумеющимися, неизбежными, наверное, даже в отношении двух людей. А вот после этого события стали более внимательно смотреть на отношения, на предмет проблем, на предмет предпосылок, расставания и по этой причине и начали перехват. Соответственно, чтобы перестать бояться, перестать мучить себя подобными страхами, нужно понять. Нужно, а, безображение, непонятно. Нужно начать работать над этими проблемами. Стремиться к улучшению отношений, укреплению, созданию близости, взаимопонимания, взаимопомощи, взаимоуважения. То есть, сделать все для того, чтобы эти отношения укреплять. И тогда, в виде, как ваши отношения становятся день ото дня лучше, в виде, как они набирают обороты, становятся объемнее, становятся глубже, становятся более зрелыми, всеобъемчивыми, страх уйдет, потому что ему не на что будет опереться. Думаю, что здесь уместно привести небольшой пример, согласно которому, вам, может быть, будет немножечко нагляднее то, что я сказал. Значит, представьте себе, что у человека есть бизнес. И бизнес этот, ну, не сказать, чтобы слишком успешно. Он, вот знаете, такой, вот 50 на 50. То есть, чуть-чуть прибыли больше, чем расходов. И, если такому бизнесмену, сказать, что вот, ты знаешь, вот после некоторых событий, которые с тобой произошли, ты можешь потерять весь свой бизнес, то человек действительно будет переживать. Почему? Потому что у него дела и так идут не очень хорошо. У него и так есть поводы для беспокойства, а тут еще и такое подтверждение. И он, может, сколько угодно скептически относится к примерам. Но это все равно будет беспокоить его сильнее. Просто потому, что подогреет его изначальный страх, его изначальные сомнения. А если успешному бизнесмену, у которого доходы в десятки раз превышают расходы, сказать то же самое, он, наверное, не обратит на это даже внимания. Посмеется и скажет, ну, если так, то посмотрите на мое дело и увидите все сами. И он будет прав, потому что у него поводов для сомнений не будет. То же самое и вам следует убрать все возможные источники ваших страхов. То есть просто свист и, может быть, даже на лифте бумаги написать, почему вы можете расстаться со своим мужчиной. Просто задать этот вопрос и по пунктам написать возможные варианты и стараться эти возможные варианты максимально минимализировать. И тогда повода для страха не будет. Тогда вы ему в лицо посмотрите. А страх очень не любишь, когда с ним встречаются открыто. Страх действует всегда скрытно и стихи и стени. Неизвестность он угрожает. А если у него это все отснять? Если его осветить, выяснится, что это просто мираж или ничего не значащая проблема. Но это еще нужно понять. К этому еще только предстоит прийти. И вот чтобы вы пришли, нужно как раз таки для этого что-то сделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на канал. А какая-то субтитры создавал DimaTorzok